Привет всем, меня зовут Тимофей, и сегодня мы будем говорить о том, что нам всем очень близко. Наша первичная потребность – это поесть, например. Поэтому поесть – это то, что интересует вообще всех людей. И начнем мы все-таки с дисквеймера. Сейчас я начну отказываться от ответственности, но вы постарайтесь это внимательно выслушать. Я здесь не открою третий глаз, на вас не снизойдет и полная истина, но в течение этих 15 минут я постараюсь осветить самые свежие, самые популярные мифы в еде, причем что-то из них окажется правдой. Но, еще раз, абсолютной истины не будет. Я имею свою целью проводить у вас критическое мышление. Итак, начнем. Вот мы сегодня будем говорить об этом. Джентльменские наборы. Здесь есть диета, здесь есть хлеба, здесь есть жир. С диет начнем. В общем-то, это, наверное, самое популярное, это первое, которое все вспоминают. Причем это буквально до новиня древности. Еще олимпийские атлеты ее использовали, когда у них на горизонте брежев забег, кто несколько дней перед, собственно, соревнованием помогало быть красивыми, стройными, легкими. Работает это следующим образом. Они сокращают до минимума потребление жиров и садятся на рыбу, на мясо, на что там есть быкода. Почему это работает, мы узнаем совсем скоро. Но для начала я хотел бы спросить у уважаемой аудитории, что такое Джоуль. О, это правильно. Был еще такой человек, но вот в памяти о нем осталась единица измерения. Кто знает, как ее правильно привести к исходным? В общем, это такая сложная единица, которая говорит о том, энергия – это сколько ньютонов приложено к материальной точке, которая движется в направлении силы, которая к ней приложена. Ну, зачем я это спрашивал? Сейчас я постараюсь объяснить. В общем, вот здесь приведены энергетические ценности для грамма всего того, что нам очень близко. Чтобы мы понимали, что за энергия таится вот в этих волшебных граммах, я хотел бы напомнить, что энергия пули при выходе из ствола автомата Калашникова модернизированного – это вот всего 3,3 кило Джоуля. Вы представьте себе, какая мощь у грамм жира. Поэтому, когда атлет юный, красивый, отключает вот эти жиры и углеводы, то у него, соответственно, риском падает приход энергии. И вот здесь включаются внутренние запасы атлета. Но идем дальше. За счет чего это работает еще? То есть мы можем снизить потребление энергии, тогда мы будем расходовать собственные запасы партии. Но здесь важно еще понимать один нюанс. Белки, как все знают, состоят из аминокислот. Вот здесь вот они все страшные приведены, их, в общем-то, каноничных 20. И вот здесь вот рамочками выделены те самые интересные, о которых мы будем говорить, за счет которых работает эта диета. Вот здесь вот, как вы видите, есть такие вот страшные фигуры, это называется циклы, это бензольные кольца. А вот здесь вот есть серые, поэтому эти аминокислоты покрашены вот такой вот желтоватый цвет. Но смысл здесь такой. Когда мы потребляем много мяса, то мы иногда можем потреблять его настолько ответственно, что в конце концов мы не сможем его переваривать. Оно начнет накапливаться. Как известно, протяженность кишечника достаточно велика, поэтому туда вмещается достаточно много. А в толстом кишечнике у нас живут наши дорогие друзья. Их 5 килограммов, это микрофлора. Вот они есть абсолютно у всех. У тех, у кого нет, в общем, им очень плохо живется. Но когда там накапливается большое количество белка, то друзья начинают веселиться. А поскольку микрофлоры это не люди, совсем не люди, то расщепляют они аминокислоты, тоже совсем не по-человечески. То есть они берут и отрезают вот эти вот части, там где сидит серая и цикл, называются радикалами. Они берут их и вот брутально отрезают вот так. То есть влетает сера. Сера превращается в конце концов, в результате окислительного соединительного реакции, в сероводород. То есть это легкое возрастание давления. Пока там обстановка накаляется, собраты, в общем, газообразующие бактерии, образуют другие замечательно пахнущие вещества, которые приведены вот там. Но история здесь даже не в запахе, а в том, что они довольно ядовиты. Поскольку люди едят мясо очень давно, а друзья их тоже едят мясо, когда оно там накапливается, то организм уже успел замечательно к этому приспособиться. Есть несколько систем, которые деактивируют эти яды, когда они накапливаются. Но это процесс, достаточно требующий значительное количество энергии, поэтому организму это обходится таки до так, каковато. Поэтому вот именно, наверное, на этом и лежит принцип действия данной замечательной диеты. Чтобы подтвердить вот эти вот слова, я вам привожу картинку из статьи, в которой мучили мышей, которые склонны к аутоиммунным заболеваниям. То есть, по сути, это довольно беззащитные объекты. А здесь над ними экспериментировали либо ничего, вот с ними я делал вот этот вот контроль, то есть это мыши, которые просто сидели себе спокойно. Либо им сокращали рацион. Вот здесь вот это высокожирная диета, как ни странно, но с достаточно низким содержанием углеводов. Кроме того, насколько пишут, там было сокращено потребление белка. И получалось, что у этих мышей всего 60% энергии, по сравнению с их собратьями, поступало в виде корма. Они голодали, не доедали, но, как ни странно, жили вообще в три раза больше, чем свои живующие и любящие мясо собратья. Это всё-таки наталкивает на мысль, что если не закидываться мясом щедро и безлимитно, то можно прожить чуть дольше. На людях, к сожалению или к счастью, запрещены эксперименты, поэтому точных параметров того, насколько человек проживёт без мяса, я не могу привести. Но вот это одна крайность, есть другая. В общем, если вы введёте в гугл веган-тату, то вы увидите много интересного. Но это, в общем, ещё одна крайность, противоположная предыдущая. И если мы рассмотрим их менее радикальных собратьев вегетарианцев, то у них, кажется, жизнь замечательна. Ешь себе растительный белок, потребляешь растительные жиры. В общем-то, кальций можно получать из молочных продуктов. Но и тут, в общем-то, беда тоже есть. Это всё те же аминокислоты, я обещаю. Это последний раз, когда я вас ими пугаю. Но здесь нас интересуют немножко другие. Из аминокислот, наверное, вторые по известности, а может даже и первые, это незаменимые аминокислоты. Смысл в чём? Они не синтезируются в организме человека, вот эти вот, которые голубоватые. А вот эти цвета детской неожиданности не синтезируются у детей с достаточной скоростью. Поэтому для детей это 10 аминокислот, а для всех остальных это 8. Вот смысл в том, что если мы питаемся белками, которые приходят к нам из растений, вот, например, зин, это такой кукурузный, догоним, перегоним, в общем, куськиной матери. Глиодин – это белок шиницы, о нём чуть дальше, то мы можем недополучить, например, трептофан и элизина, они тоже незаменимые, без них мы не построим белков в организме, которые нужны нам постоянно. Но мы их недополучаем, таким образом, в общем-то, мы недополучаем трёх четвертей наших незаменимых аминокислот, нам трудно строить белки. Кушать хочется всегда. Но, если даже мы можем съесть аминокислоты из какого-то спортивного питания, здравствует, в общем, здоровый теле, здоровый дух, то мы можем недополучить жирный кислот, либо холестерин, о котором мы ещё тоже поговорим дальше. Всё это мы можем получить, в общем-то, из, опять-таки, чего-то таблетированного, но не все, особенно радикальные любители свободы мяса, не пользуются этими замечательными творениями прогресса. Вот, здесь о том, кто чего не ест, и, как это уже было сказано дальше, простите, раньше, у веганов могут быть некоторые трудности. У ещё более радикальных их собратьев по идеологии, могут быть более серьёзные. Вот, на этом, в общем-то, эти шутки мы заканчиваем, и... А, нет, не заканчиваем. Мы поговорим ещё о глютене. Вот, когда я говорил там о пшенице, я обещал, что мы к ней вернёмся. Вот, этот момент настал. Глютен... В общем, кто видел вот такую символику? Руки поднимите, пожалуйста. А на чём видели? Пироженое. О, ещё? Бегчик или обунили? О, замечательно. Я видел на, в общем, кленовом сиропе. Спасибо, капитан, его там как бы нет. Вот. О том, что это довольно модно, мы можем заключить из этого опроса, где расспросили 1500 американцев о том, почему они всё-таки покупают это. Причём, что как бы дороже, при том, что не всегда это можно найти понимание этому у товарищей. Ну, в общем, как, в общем, хорошо заметно, просто так это лидирующий ответ. А действительно необходимость вот реакции на глютен всё 8%, то есть в результате хоть сколько-то обословлено это 18%. Ах да, вот эти вот много букв, внизу, это ссылки на статьи, где вы можете прочитать ещё больше интересного. Дальше я покажу ещё несколько подобных слайдов, для того, чтобы, ну, в общем, это пруфы, того, что я не придумываю эту информацию, а я её вот собирал. Теперь немножко о том, что такое вообще это страшное глютен. Это клейка вина, она есть во всех злаковых, это вот запасные белки растений. Тело в том, что растения, в общем-то, не ставят своей целью кормить человечество. Они пытаются вот там дальше размножаться. Им это нужно для того, чтобы вот их потомки выжили. Следующее наше понятие это целиакия. Целиакия – это довольно серьёзное, но подчёркиваю, генетически обусловленное заболевание. Вот больные этим заболеванием, прошу, этим синдромом как раз не могут переносить спокойно злаковые. В связи с тем, что у них трудности с его перевариванием, у них могут возникать изъязвления кишечника, это очень плохо и им очень плохо живётся, потому что они должны всю жизнь строго следовать безглютеновой диете. У нас есть также новое понятие, как нецелиакическая чувствительность к глютену. Как вы видите, в общем-то, распространённость этих заболеваний достаточно низкая, это, в сумме, до 10%. И, наверное, ещё одно из глютен-связанных заболеваний это аллергия на пшеницу. Но, прошу, прощения, теперь к некоторым фактам о безглютеновой диете. Это не очень полезно, если у вас нет хранения необходимости. Беда в том, что, как показывают другие исследования, в связи с тем, что довольно трудно замесить тесто без клейковины, а также растения, в которых глютена нет, не содержат в достаточном количестве вот этих очень важных для человека веществ, микроэлементов и так далее, то у тех, кто просто так покупает безглютеновые продукты и предпочитает их просто так, могут начаться серьёзные проблемы с костями, с зубами, с волосами, ну и, в общем, со всеми красотами и прелестями жизни. Более того, как я уже показывал, 10% из этих 1500 американцев сказали, что у их родственников есть цельняки. И это оправдано, но, в общем-то, это оправдано только в 7,5% этих случаев. поэтому, перед тем, как мы будем делать глобальный вывод по глютену, я хотел бы показать ещё симптомы вот этой нецелиакической чувствительности к глютену. Если мы вот в них глядимся и постараемся их представить, то если добавить вот сюда ещё вот сухость во рту и ощущение лёгкого стыда, то это воскресенье, утро воскресенья. Скепсис к данным симптомам подчёркивается вот кусочком вот этой вот статьи, где говорится, что никаких специфических маркеров к данному заболеванию нет. Поэтому диагностировать его лабораторными методами он не представляется пока возможным. Это всё, конечно, в разработке. Но вот по поводу смысла разработки. Мы делаем какое-то исследование, мы заставляем себя паниковать, потом медиа раскручивают это, а потом мы с этим боремся. Вот. Вот такой цикл жизни. Ну ладно, сейчас мы поговорим ещё об одном страшном фрагене, это уже довольно старый, почтенного возраста враг, он из нулевых. Это холестерин, его также называют холестерол, то есть это пока вот просто. А если мы взглянем на вот этот вот комплекс, то это циклопентан пергидрофинантрэм. Кто хочет повторить? Нет? Ну ладно. И группировка вот это в общем-то боится воды, поэтому он нерастворим или очень слабо растворим в воде, всё зависит от температуры. И если мы возьмём какого-то сферического вакуума Аркадия, то сделав ему анализ крови, а также пока мы будем ему делать этот анализ, мы его допросим, сколько он его съедает, то мы выясним, что из пищи он получает только 25% холестерола, а всё остальное синтезирует его собственный организм. Вот его почки, его печень, его кожа и даже в общем гонады. Но всё-таки если мы начнём интересоваться, откуда он получает вот эти 25%, то в основном это животные продукты. Потому что в растениях синтез холестерола и стероидов вообще идёт очень слабо. ну и опять-таки мы получаем это из чего-то там своего родного, что нам ближе легче всего метаболизируется. В жировой ткани тоже идёт синтез. Теперь мы перейдём к тому факту, о котором я говорил раньше, что он довольно слабо растворяется в воде. Если мы вспомним, что такое кровь, то это на 98% вода. Вот тут возникает лёгкая невязочка, как растворить в воде то, что не растворяется. И на помощь нам приходят довольно сложные вещества, которые называются липопротеины. Для простоты изложения их часто подразделяют на плохие, хорошие, как иллюстрируется здесь. Но это слишком упрощённо. Их подразделяют в зависимости от плотности. Дело в том, что плохие они плохие именно тем, что они чаще выбрасывают в остаток холестерол, который едет внутри и защищён таким образом от водной следы. А хорошие, соответственно, они уносят выброшенный холестерол обратно в печень. Ну и так далее по кругу. Если мы возьмём того же Аркадия, изучим его анализ и произведём вот такие несложные вычисления, и у нас получится три, то Аркадий мужчина в самом расцвете сил. А если вот четыре, то у нас довольно плохие новости. Аркадия, он в группе риска развития астрюроза. Но здесь один очень важный момент. Если у него четыре, и он всё-таки в группе риска, то важно понимать, что он там находится не из-за злобного холестерола. Вот это вот замечательное волшебное число, которое мы получаем, просто коррелирует с риском для нашего Аркадия по попаданию в когорту тех, кому скоро будет не сладко. И чтобы показать то, что корреляция довольно редко или вообще никогда не является причиной, вот этот замечательный слайд, графичек, он иллюстрирует тот факт, что сколько шоколада в общем-то не ешь, нобелевских лауреатов больше не станет. То же самое и с холестеролом. Винить холестерол, которого больше или меньше выпадает на сосудах, просто потому, что наш Аркаша курил или пил, или не двигался, или еще всячески грешил, довольно недальновидно. Поэтому холестерол, он в общем-то хороший. А вот то, как мы, ну и Аркаша в частности живет, это уже проблемы так называемой болезни цивилизации. Дело в том, что атеросклероз, если говорить общее, пока в общем-то для него придумали до 10 причин развития. Чаще всего это что-то комплексное. То есть это болезнь цивилизации, это что-то генетически предрасположенное. Ну ладно. Теперь поговорим о том, чем холестерол все-таки хорош. Дело в том, что он выполняет очень много интересных функций. Если мы представим себе Аркашу на клеточном уровне, то это многие-многие миллионы клеток. Если мы его засунем в центрифугу, то мы их получим в итоге. А если мы будем вращать еще быстрее, то мы в конце концов клетки Аркаши разложим на их составные части. Мы получим много-много липидов. Липиды, когда Аркаши не находятся в центрифуге, они пластами лежат. То есть они образуют мембраны. Их многие квадратные метры. Или даже гектары. В общем, без холестерола липиды в этих мембранах образуют что-то вроде горлемшейка. Если кто-то еще это помнит. А с холестеролом соответственно там все более спокойно. И за счет того, что холестерол стабилизирует серьезные мембраны, возможен синтез энергии, на которой Аркаши бегает. Это тот же АТФ, те же митохондрии довольно слабо могут функционировать без холестерола. Но если мы вернемся к организменному уровню, и Аркаши что-то жирное съел, то безжелочный кислот, который образуется из холестерола, он это переварить не сможет. Потому что будут гигантские капли, которые его ферменты все-таки съесть не могут. довольно значительная часть гормонов Аркадия синтезируется как раз из холестерола. И что самое важное, когда Аркадий был совсем крошкой, наверное, несколькими клетками, то холестерол играл значительную роль в его развитии. Вот сейчас сердобольных я попрошу посмотреть на своего красивого соседа, или в потолок, если таково не имеется. А для смелых вот этот слайд. Это вырезка из статьи, название которых вы можете прочесть сверху, внизу ссылка, кому захочется почитать основательные. И это, сразу говорю, генетически обусловленное заболевание. Это результат фермента, который синтезирует холестерол. То есть у нас есть много предшественников холестерола, но самого холестерола мало. В зависимости от того, насколько интенсивно мы заблокировали переход предшественников к самому холестеролу, и как рано мы это сделали, то мы можем получить довольно мягкие либо очень серьезные посредствия. Причем серьезные, если не дашу такой, это мертву рожденные дети, которых можно, которых трудно назвать детьми, в связи с тем, что у них очень-очень значительные аномалии развития. тем, кто был смел и выслушал это все, спасибо за внимание, но перед тем, как мы закончим, вот здесь есть внизу ссылка, на которой вы можете скачать всю презентацию и походить внизу по пруфам, это очень полезно развивает. Все, спасибо за внимание. Мясо есть или не есть в каком количестве? Спасибо за вопрос, это замечательно. Мясо есть, но есть чуть-чуть. Сутришные нормы, если хотите, можем как-то это почитать ООНовские, точнее ВОЗовские рекомендации, они лежат вообще в открытом доступе, все могут почитать. Если я не ошибаюсь, около 100 граммов белка в день для мужчин, для женщин около 80, половина из них животного происхождения. То есть заключается все в том, что у веганов конкретные проблемы вы хотите сказать? Спасибо за вопрос. Давайте так, по представленным ранее сведениям у них могут быть некоторые шансы получить проблемы. В связи с тем, что если веган ничего не доедает из химического синдеза, у него может возникнуть дефицит некоторых крайне необходимых веществ. дефицит он пользуется влагами цивилизации, например, синтетическими аминокислотами или витаминами, а также доедает различные биодобавки, то он будет долго и счастлив. Что касается вегетриантов, я хотела спросить, они, по-своему, по вашим словам, могут получать все аминокислоты, если они употребляют яйца или молочные продукты, верно? В общем-то да. То есть в этом случае у них проблем не должно быть? Если они получают еще и достаточное количество жирорастворимых витаминов. Жирно-тислоцов или витаминов? Витаминов группы В? Да, группы В. Группы В и других. И достаточно в тех продуктах животного происхождения? То есть не мясо, а других продуктов? Ну, например, в рыбе витамина В поле достаточно. Можете стать баскетарианцем. Ну, а кроме рыбокисов? Витаминов? То есть проблема в других, не в аминных вислотах, а в витаминах, да? Да, но ничто не запрещает взять и купить коробочку в любом заведении под красным крестом. Если вы не хотите вообще употреблять ничего животного происхождения, это наш довольно суровый случай, то химический синтез к вашему слову. Полезно ли периодическое голодание для организма? То есть если раз в месяц взять несколько дней и ничего вообще не есть? Давайте так, как неспециалист по голоданию, я не могу вам абсолютно точно сказать, но если мы попытаемся вникнуть в какие-то процессы обмена организма, то в общем-то голодание несколько дней в месяц, если они тем более не подряд, не причинить значительного вреда, если в общем-то мы говорим о здоровом человеке. Например, запасы тех же углеводов в печени или мышцах достаточно для того, чтобы в спокойном ритме прожить день. И в общем-то, в связи с тем, что белка мы можем переедать, а клетчатки не доедать, то нам иногда все-таки могут быть полезны эти дни разгрузочные, для того, чтобы моторика кишечника мы избавились от загнивания. Если мясо есть очень редко и очень мало, можно ли в таком случае его приравнять к алкоголю, например? Спасибо за вопрос. Мы, я вижу, приближаемся к сокровенным сокровенным. Я даже не знаю, как вам так емче ответить. Давайте так, я не говорю, что мясо нужно есть очень редко. Его можно есть ежедневно, но в районе 100 граммов. Возможно, поэтому вы меня и спрашиваете про алкоголь. Но, поскольку я не буду агитировать ни за трезвость, ни за поиск истины там где-нибудь на домашках яркостей, то давайте я вам так отвечу. Банка шпротов будет стоить вашей печени дороже, чем бутылка «Жигулев». Вырухами уже модно на безглютеновые диеты сейчас. А можете прокомментировать на безлактозные диеты? Потому что сейчас все больше продуктов смарка безлактозы. Некоторые врачи рекомендуют, чтобы аллергии не было и так далее. Насколько я по себе обоснован и часто встречаются проблемы с перевариванием блактозы? Насколько мне известно, что я могу вам сказать сходу, то дефекты по лактозе довольно часто среди жителей Востока, в частности, Азии. О том, как часто это может встречаться у взрослых, считается, что чем старше человек, тем выше у него риск непереваривательства лактозы. И это влечет к неприятным посредствиям. Поэтому если действительно потребление каких-либо молочных продуктов вызывает дискомфорт, то здесь лучше пойти к врачу. Вы говорите о модных диетах. Еще одна модная диета, которая безбелковая. Не белковая, а безбелковая. Тут даже последняя новобелевская бремия по физиологии причина за открытие механизма автолизиса. Безбелковые диеты, если я все-таки буду отвечать вам сходу, в общем-то могут иметь положительное воздействие в связи с тем, что белок в организме склонен изнашиваться в... когда он... Если мы говорим о ферментах либо каких-либо регуляторных белках. И в общем-то в тот момент когда у нас есть вот эти дни перерыва, то у нас может активнее протекать процесс его расщепления. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова